Быть настоящим профессионалом, высококвалифицированным специалистом – это почетно и востребовано в нашей стране. Развитие автоматизации и роботизации не отменяет спрос на рабочие руки, которые часто называют «золотыми» за мастерство и творческий подход к делу. Но подготовить хороших рабочих непросто, для этого нужно приложить немало усилий. В преддверии 5-го регионального чемпионата молодые профессионалы Краснодарского края в Славянском электротехнологическом техникуме состоялся день открытых дверей, куда были приглашены учащиеся школ со всего района. Прежде всего ребят ожидало профориентационное тестирование, в ходе которого оценивались способности школьников. Затем учащиеся познакомились со специальностями, которым обучают в техникуме. Ознакомление с площадками, с материалом, которым дети в процессе билета в будущее будут работать, выполнять работы. Профориентационная работа ведется не столько на изучение, как предметно, а именно чтобы детей ориентировать на профессии, именно рабочие профессии. Все это происходило в непринужденной обстановке и было очень интересно для ребят, поскольку приближало их к реальной жизни и открывало секреты профессионального мастерства. Мне очень понравилось. Здесь дают возможность попробовать себя в разных профессиях. Например, нам сейчас дали возможность попробовать украсить салат, и я обязательно попробую это сделать дома. Кто знает. Возможно, эта небольшая экскурсия всерьез заинтересует школьников и позволит им более осознанно и точно сделать выбор будущей профессии. Мне очень все понравилось. Здесь достаточно интересные профессии можно получить. Больше всего меня впечатлила профессия бармен и официант. Почему? Я люблю готовить, и для меня это очень интересно. На следующий день в актовом зале Славянского сельскохозяйственного техникума состоялось официальное открытие пятого регионального чемпионата молодые профессионалы Краснодарского края. Участников и гостей приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мне приятно, что вы за всем этим успеваете, вы совершенствуетесь, вы на месте не стоите, вы вносите что-то новое. И несмотря на то, что это, могу сказать, рабочие профессии, здесь тоже нужны, прежде всего, руки, здесь нужна голова, здесь нужен, наверное, полет фантазии, мысли для того, чтобы быстрее делать, качественнее делать, красиво делать. Руководители славянских техникумов, где проводился региональный чемпионат, отметили важность этого события для развития образования и для всех участников соревнований. По большому счету, вы уже сегодня стали победителями. Вы прошли через отбор соревнований внутри своих техникумов. Вы прошли через отбор межрайонных соревнований, которые проходили. И сегодня вам остался один шаг для того, чтобы стать призерами и победителями регионального чемпионата. Трудно переоценить ответственность проведения чемпионата, но славянский сельскохозяйственный техникум был к этому вполне готов. Все, кто придет сюда, чтобы они поняли, что золотые руки – это здорово, что рабочая профессия – это хорошо, что Россия строится не за рабочим, за письменным столом и не за компьютером, она в большинстве своем на стройках народного хозяйства, как говорили раньше. И быть классным специалистом – это здорово, это замечательно, это прекрасно. Официальный старт чемпионата не застал его участников врасплох. Они серьезно готовились к нему, чтобы сполна продемонстрировать свои знания и умения. Третий год уже принимаю участие. Команда у нас отличная. Тренируемся каждый год. Хорошее такое настроение боевое. Хотим добиться большего результата, чем прошлые годы. В компетенции спасательной работы очень многое зависит от слаженности действий всей команды. В нашей компетенции это, наверное, будет самое главное, чтобы команда была сплоченной. И почти все виды здесь – это командная работа. Всегда. Это ДТП, завал, это чистая команда. Мы должны быть сплоченными и знать друг друга от и до. Участники чемпионата смогли проявить свои навыки в вязании альпинистских и пожарно-спасательных узлов на диване и боевой одежды пожарного. Опытные эксперты обеспечивали квалифицированное судейство. Мы проводим в это время сразу профориентацию по модулям. Выбираем какие-то направления, те, которые школьникам будут интересны. Что дает тоже свои плюсы при поступлении в наше учебное заведение. Сейчас у нас проходит модуль надевания боевой одежды и вязания альпинистских и пожарных узлов. Студенты в этих модулях показывают свои навыки, первичные навыки к вводению специальности, профессии в будущее. По компетенции спасательной работы в чемпионате принимали участие пять команд сельхозтехникума и одна команда армавирского техникума технологии сервиса. Программа соревнований спасателей весьма обширная. Нужно было быстро и качественно показать спасательные навыки, действуя и в строительной конструкции, и преодолевая полосу препятствий в полном облачении и в тушении открытого огня. Сегодня мы проходили этапы надевания боевой одежды. Мы переживали, все ребята очень нервничали за друг друга, подбадривали как могли. Также были узлы, тоже очень все переживали. А самое, наверное, значимое – это Волга и Лабиринт. Там самое больше дается очков, баллов. А в Славянском электротехнологическом техникуме состязались молодые мастера малярных и декоративных работ. Им нужно было выполнить отделочные работы на высоком уровне, используя современные материалы, декоративные штукатурки и обои. Всех хочется похвалить и отметить, что они на самом деле очень стойкие, смелые, настоящие, профессиональные молодые люди. Как готовы, насколько и морально, и на выносливость, и профессионально, это покажет подведение итогов, когда эксперты уже оценят все конкурсные стенды и вынесут свой вердикт. Пятеро участников со всего края не растерялись и работали очень уверенно. В их числе и славянская студентка Александра Сонюшкина. Очень ответственное мероприятие для меня, оно много значит. И я пришла сюда с очень такими волнующими эмоциями, очень переживала. И до сих пор меня трясет, сейчас, ну, только что закончили. Я, конечно же, довольна этим всем, потому что я хотела этим заниматься, я этим и начала заниматься. Каждое действие конкурсантов строго оценивалось экспертами. После подведения итогов победители пятого регионального чемпионата по двум компетенциям будут определены немного позднее. Именно они будут выступать за Краснодарский край на национальном первенстве. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok